Внимание на переходе и пешим горожанам, и водителям сотрудники госавтоинспекции в ближайшие пару дней все свое внимание обратили на профилактику предоставления права пешеходам на зебре. Дежурят с утра и до позднего вечера на 10 самых аварийных перекрестках областного центра. Этот водитель зазевался. Теперь штраф. Здравствуйте, дорожный подробный служб, старший лейтенант полиции Личуков. Сами испугались? Пожалуйста, документы, пожалуйста. По правилам дорожного движения, приближаясь к переходу, водитель должен снизить скорость вплоть до полной остановки. Уступить дорогу обязан человеку, едва шагнувшему на проезжую часть. Штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей на усмотрение инспектора. Самое распространенное оправдание водителя – это не успел затормозить, потому что скорость была большая, плохие погодные условия, либо водитель просто не заметил пешехода за другим транспортным средством, стоящая непосредственно справа, либо слева. В этом году на пешеходных переходах уже произошло 24 ДТП. Пострадали 26 человек, 6 из которых дети. Поэтому такие рейды необходимы. Водители должны запомнить – скорость при перемещении по городу не главная. Как показывает практика, уже за первые полтора месяца, к концу подходит уже февраль, выявлено сотрудниками отдельного батальона дорожной патрульной службы 261 правонарушение, как раз таки связанное с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Стоит отметить, что за прошлый год таких правонарушений было 345. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют гражданам, прежде чем переходить дорогу, капюшон и снять, и наушники из ушей вынуть, чтобы иметь возможность наблюдать, что происходит на пешеходном переходе. Водители, конечно, дорогу уступить обязаны, но, тем не менее, здоровье каждого человека в его собственных руках. Встретить на своем пути сотрудника ГИБДД – не самое страшное последствие невнимательности при приближении к пешеходному переходу. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.